Воск, но он потеряется, эффект отрывает. Потому что если взять вот это и помыть водой, то будет держава. Будет увеличиваться. Сейчас мы вот это вот уберем лишнее выступающих частей. Проставим ее только в углубление. Вы видели, да, как у него консенсенсы можно так назвать? Его можно разводить с водичкой. Можете наносить компрессором, можете валиком, можете кисточками. Петрович вздыхает по поводу компрессора. Может, потому что Петрович, может быть, работал только хоппером. Не только хоппером. Вот потому и вздыхает, что не только хоппером. Потому что если окислившиеся краешки, они должны биваться софт. В версии Петровича только валиком и кисточкой. Только кисточкой и валиком. В Антоновой редакции чем только пожелаете. Все разрешается. Но у Петровича есть преимущество. Это его детище. Поэтому я, так сказать, пресну. Первый активатор имеет такой голубенький цвет. В принципе, можно работать мокрой по-мокрому. Сразу? Сразу, да. Если работать по-сухому, придется активировать. Активатор наносить 2-3 раза, чтобы пленка немножко раскисла. Некоторые рекомендуют пройтись, если сухая поверхность высохла, а некоторые рекомендуют пройтись там мелкой наждачечкой, там, пятисотой, тысячной, чтобы шарики открыть. Чтобы они быстрее срабатывали. Первый активатор служит для того, чтобы ускорить весь этот процесс. То есть он дает толчок для второго, и второе уже полностью. Ваш активатор это медленно? Ну, я не скажу. Коммерческая тайна. Если у вас есть какие-то там видения свои, пробуйте дома. Возможно, вы найдете какой-то оригинальный материал, который... Да, для себя рецепт. Да, для себя рецепт, который вас устроит головой. Вы еще с нами поделитесь. Вон версии есть, что у вас там антифриз дошел. Да, да, да. Смотрите, как появляются эти материалы. Ведь ребята приносят нам декораторы, материалы, которые им интересны. Говорят, смойте вот такое сделать. Приносят Петровичу. Приносят в таких небольших баночках. Вот таких подобных этой. Но обязательно, кроме материала, вы должны принести и показать, хотя бы на образце, как это выглядит. Ну, не только, можно на маленьком формате. Чтобы понимать, как это выглядит вживую. Ну, и потом Петрович будет у него время натхнения. Он там поколдует над своими, так сказать... Ну, над маленькими образцами. И, возможно, там в нашей линейке появится тот материал, который вы привезете. Может быть не сразу, может через год, полтора. Если он будет экономически интересен. Ну, потому что есть такие материалы, которые связующие, тоже не дешевые. Начинаешь делать, выплывает такая цена, что нам дешевле. Или вам купить там фирменный какой-то, чем у нас, который будет стоить так же. Вы не пробовали извести глину пополам? Да. Не получилось? Ничего хорошего. А зачем? Ну, в прошлом веке так же делали. Ну, зачем? Сначала мы ароматировали, зачем это. Смотрите, я отключемся немножко от этого вопроса. Что такое глина, что такое известь. Что то, что тут является очень хорошими минералами и антисептиками, в первую очередь. Но глина, по своим качествам, она превосходит известь. По антисептику, по биологии, по работе с ней. С известью вы работаете, она у вас разъедает руки, все. С глиной вы работаете, глина вас лечит наоборот. Глина косметический продукт. Если вы вскрываете стены в комнате глиной, они у вас забирают излишнюю влагу, отдают, но при этом фильтруют воздух. Известь этого не делает. Она забирает, но она не фильтрует. Она что забрала, то и отдала. Глина впитывает в себя лишние запахи и отдает уже чистый воздух. Это и самое главное в глине преимущество, то, что если вы, она, это как бы, какие-то там силикаты алюминия. Это глина. В глиняном доме связь мобильная половина с ладейкой. Если глина? Да. Если глиняный дом, мазанный глиной, мобильная связь половина с ладейкой. Электромагнитный щит. Электромагнитный щит. И микроклимат совершенно другой. Это я говорил. Даже слышал, геомагнитное поле земли закрывается. Потому что оно пол бросать. Но почему раньше делался дом глинобитный и заливался пол глиной? То есть люди себя экранировали. Почему? Самый дешевый материал. Да нет. Не самый дешевый материал. Я могу сказать по глине. Если вы поживете месяц в дом обработанной глиной, вы не захотите жить в коробке железобетонной и других помещениях. А правда, что здесь в Украине нет? Хороший, да. Есть. Есть не просто Громская карьера, есть и на западной аграрийной карьере, но не того качества. Или не умеют дорабатывать ее. Ее отводят за айронису, потом очищенную уже возвращают сюда. Как и Титан, так и все остальное. Второй активатор. Номер два. Он немножко мутноватый. Прозрачная жидкость. Белая. Сразу происходит реакция. После высыхания она начинает ржать. При работе с этими активаторами надо защищать все прилегающие поверхности. Желательно защищать руки, глаза. Это щелочь, кислота? Это щелочь. У вас лицо кота проявится. А тут можно увидеть все, что видно. Да, это у вас тут фантазии. Это фантазии. Да. Кто-то найдет там котика, кто-то еще что-то. Бывает заказчики говорят, ты туда ничего не выкладывал. Я говорю, ничего. Все зависит от вашей фантазии. И после нанесения второго пилота... Это ваша аура. Да, да, да. Кто еще кота любит? Теперь можно немножко тут подразмыть. Как это вы говорите? Какой-то необычный. Бегемот. Бегемот остался. По сверху черники. Ушки в нем. Ах. А что вы в перерыве вообще употребляли? Ваш кофе. И ваше. Нет, это нормально. Я говорю, что тут включают уже воображение. Тут... Да, и по-моему, за две кота не идти. Чем может хороша декоративка, что вот когда проходит время, там 8-10 лет, когда я спрашиваю у заказчиков, которые мы делали, там еще квартиры, и они потом просили у нас дома. Я говорю, она не надоела вам? Вот вы, говорит, живете, каждый день? Говорит, нет. Говорит, вот, в каждое время суток разные, разная фактурка, разные цвета мы подмечаем, там вот то, что вы подмечаете. Кто-то видит там котика, кто-то собачку, кто-то там ангела, кто-то там поле. То есть какие-то образы, которые вот всплывают в памяти, это нормально. В этом декоративка, наверное, вся ей, что она живая. Сколько будут стоять стен? Пока она вам не надоест. Надоело, перекрасили в другой цвет, каким-то прошли первомутриком, батинкой, затонировали. Даже не трогая фактуру. Если надоело фактуру, можно добавить. Эту жарчину тоже можно перекрыть чем-то? Да. И она не проявлена? Нет. На одном из мастер-классов это пробовали. Мы нанесли также на травертин, и травертин, как самый долгосохнущий материал, мы тоненьким слоем нанесли. Смочили его, нанесли травертин. Он высох, и она не проявилась через него. Уже отреагировала. Да, ну она сработала, все уже дальше там. Слышь, Петрович, если я сейчас на песчаник немножко добавлю. Платинки, ты не против? Пожалуйста. Я только за. В общем, будем ждать, пока она заработает. То есть это пройдет много времени. Она сработала, а теперь она высохнет и проявится. Более рыжая. Такая, более насыщенная. Более, так сказать, журнальская. Я только по колокольчиком хочу, чтобы поговорить о том, что такой маленький, но я расскажу вам там бьется-то. Что это такое? Увидимся на северника. Ну, это не так спокойно. Я всегда буду вернуть. Увидимся на плачеве. Увидимся на северном центре, уже не очень, чем она меняется- Увидимся в белом центре, куда вы знаете, Да, это дело. Итак, я сегодня буду выступать зачинщиком всех патинных, перламутровых, обычных и металлизированных. Итак, сейчас мы взяли наш феро-эсклюзиво, кочо песто. Вот если мы говорим, ребята поднимают на смех, кочо песто. Олегу это слово очень понравилось. Так вот, кочо песто, наверное, вот эта металлизированная патина и будет звучать. Потому что кочо песто там идет глина, кирпич молотый, или что-то вот такой материал, если буквально переводить. Вот получается у нас вместо кирпичика будет металлизированная стружка или назвать ее шарики. Петрович, это шарики, что оно там такое представляется? Это пудра или как? Шарик. Шарик. Это металлизированный шарик. Ну это металлический шарик, ну типа микрополитетный. Да, микрошарик. Да, микрошарик. Вот он металлизированный. И на гелевой какой-то основе. На каком-то гранцевом лаке. Да, вот так. Что мы сделаем сейчас? Я попробую. Этот материал, вот вы видели образцы. Вот вы видите, как присутствует окись металла в породе песчаника. Вот мы попробуем этот процесс произвести. Каким образом? Можем там добавить таким макаром. Сейчас пока материал еще такой свеженький, податливый. А теперь досмотрите, что нужно для этого сбыть! Собираться на гелире, затости, через 3-4-5-3-3-2-4-3-3-5-3-4-5-5-4-4-5-4-3-5-4-5-6-4-5-4-6-6-6-6-6-7-7-7-7-7-8-7-7-5-7-6-7-6-7-7-7-7-7-7-8-7-6. и на том слое где мы когда мы только ложили песчане а 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 ну возможно возможно и в вашей редакции все пропало а мои редакции это только начинается а а а с 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 И дать ему немножко подсохнуть, мы еще вернемся. И вот этот уже можем еще раз к ней подойти. Вот мы его трогаем, но еще сыроват, видите, берется. Ну, можно попробовать его загладить. Сережа, иди, сейчас попробуешь сложить оборудец. Он уже идеальный. А, он уже был идеальный. Это не стоило его строить. Нет, ты делаешь. Ну, извини. На настоящем песчанике ржавые пятна тоже есть. Там много чего-то. Там много чего-то. Там много чего-то написано. Там много чего-то, очень много. Там много чего-то расположилось. А вот это вот очень... Там много чего-то. Так и есть, а теперь миллиардов. Там много вода. Кто еще по песчанику? Кто еще есть? Энди. Возможно. Энди? Энди? Да. Не стесняйся. Пока это бесплатно, потом заходите продолжить. Это будет уже за день. Фартушок. Возьми фартушок. Поэтому пока есть возможность. А сколько надо за день? Вы же просили, чтобы я озвучил это в конце мастер-класса. Чтобы я, так сказать, объявление сделал попозже. Чтобы не травмировать ваши тонкие организованные натуры. Творческие. Творческие. Поэтому поприменим. Но если вы уже готовы, то я могу озвучить весь список. И так, как зовут? Оля. Оля. Значит, ты видела, как Сережа носил? Да. Так не делать больше. Нет, нет. Это его видение. Это неинтересно. Это его видение. Нет. Я надеюсь, что женская рука там будет немножко по-другому. Надо реже разбавлять материал. Ну конечно. Будет легче работать. Да. Вот мы сейчас попробуем его. Я думаю, что я так вот стал. Развести позже. Ну и она ее на руки будет. Может его иску можно наносить? Я говорю, можно. Всем только пожелаете. Когда открытое ведерко стоит, оно не засыхает? Ну пока, видите, пока работает. А сколько вот? Пошел. Сколько открыто может? Ну, вот работайте, работайте. Так, пробуй, берешь. До мной. На здесь момент очень острый, поэтому берешь здесь. И сейчас вместе с тобой расслабь руку. Расслабь. Потом еще раз аккуратно. Не нажимаем на него, не нажимаем. Инструкцию пишут, если можете намазывать масло на хлеб. О, да. Вы же готовы дегорода. Да. Уже если да, есть такой навык. О, да. Очень близко. Кто привык шпаклевать, им трудно переключиться. Вот это там. Лучше с отключением. Так, теперь. И вот делай такие движения. Ничего, ничего. Я сейчас подобреру. Теперь еще надо. Подобреру. Отлично. Тоже каким-то материалом работало? Обычной шпаклевкой. Обычной шпаклевкой. Отлично. Ну вот представь, что это у тебя… Ну давай так. Орготбан там или что-то такое. Похоже на хорошее. В общем, пускай за тебя будут обыть май шпаклев. Только цветная. Я уже не стал, но он не умеет. Ну, нет. Там, говорим, слить. Хочешь, о чем мы говорили? Не страшно. Пускай сейчас еще раз возьмем тесно. На толщину зерна. Вот у тебя остался материал. Переноси его сюда. Теперь смотри, что мы можем сделать. Чтобы материал у нас еще стал более поддательный, да? Мы можем это сделать. И попробуем сейчас сменять. Здесь положим. Смени. Положим. Попробуй. Переворачиваться. Переворачивать сюда. И фигурами посыпать. Вот таким вот. Здесь вот. 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 Вот тебе надо инструмент увидеть. Будешь отсюда брать. Да? И... Сюда. Видишь, почему я и говорил, что это больше похоже на аппликацию, а не на штукатурку. То есть материал такой, если вы будете подходить как штукатурка, то он у вас будет разлетаться. Даже если у вас слишком будет жидкость. Ну... Вот такая особенность у него. То есть он... Если бы у него была еще какая-то фракция, да, песка другого, или еще какой-то материал дополнительный, который давал бы ему более такую связку или пластичность, ну даже не пластичность, а будет связка между собой, то, может быть, и мы могли бы его наносить как штукатурку. А так как здесь только подготовленный кварц и фасадный, будем говорить, лак, то... Вот он такой, как мокрый песок, можно так назвать, да. То есть подходить к нему нужно как к аппликации больше. Так вы его не просто наносите как штукатурка, а больше как укладываете. Так. Так. Кто еще? Нет. Значит... Смотри, Оля, я сейчас его немножко... ну, уберу лишнее, так? И ты потом к нему сможешь подойти еще раз, когда его нужно будет заглавить. Все. На толщину зерна. Можно, можно, конечно, там, как кто-то говорил, сделать как его, как бутык, ну, как фактурно немножко. Можете положить еще сверху бутык. Вот, например, он немножко прихватится, например, да. И вы захотите еще добавить какого-то изюмчика сюда, то это возможно, да. То есть еще дополнительных каких-то фрагментов это всегда можно сделать. То есть помните, мы говорили, что если вы обладаете какой-то определенной техникой нанесения, там, Мармрия, Травентина, там, Марселя, то вот эти навыки можете применить и к песчанинам. То есть, опять-таки, да, Карфагенчик, Маракеш, как вы там его обжимали, там, Доносидова, все это тоже возможно и в песчанице. Да, вот такой мелкий это Маракешик, как Карфагенчик. Убрать. Так, кто хотел еще? Молодой человек, как он зовут? Прошу. Прошу. А? Да? С связанными глазами? А ты хотел выключить? Не, я могу. Ну, вроде работала. Я ее так отключил? Сейчас, ребята, венецы делали. Венецы делали. Венецы делали, не делали. Ну, не делали, только венецы. Ну, не делали, только венецы. Такой фишки пропал. Ну, ладно, не скачут. Венецы делали, да? А в закрытом бедре, как долго они сохраняются? Если вы их не разводили год, мы гарантируем. Без воды, да. Без воды, да. Без воды. Игорь. А есть такие, что стоят по 5-6 метров. Сейчас открываем. А, нет. Главное, чтобы туда не попадала вода, и все. То есть не замасилась. Сейчас мы попробуем самый простой. Да, вот у нас есть клавиум. Колерованный. И мы попробуем его просто, без никаких цветов. Классика жанра. Наноси. Помнишь, как я говорил? Вот поставил кляксу. Сбоком? Нет, не нажимай. Помнишь, мы говорили, как хлеб на масло. Как и на масло. Вот и сначала кляксу, еще раз показываю. Кляксу положили. Эту кляксу вы потихоньку, не нажимая сильно на нее, а растягивая в разные стороны. Понятно? Вот в чем особенность этого материала. Потому что если мы, например, захотим его просто потянуть как обычную штукатурку, то сейчас покажу, что получится. Тоже можно. Никто не запрещает. Может вы выберете какой-то или выработаете какую-то определенную свою технику нанесения. Вот Сережа говорит, можно ли кисточкой? Сейчас попробуем. Сейчас попробуем на него нести кисточку. Вот у нас есть щетка. Попробуем нанести щетку. Почему? Можно, а что? Потом, там даже можно его там островками нанести. Или это может быть макловица. Именно синтетическая. Сейчас покажу вам эту вещь. Я рассказывал, пробовал на прошлом мастер-классе, и так я вам ее не показал. Вот она, синтетическая макловица. Более бестолковую вещь в строительстве я лет 15 назад, может 20. Более бестолковую вещь я не мог себе представить. Она ничего не держит. Опустил ее в грунтовку, может краску как-то она держит. Но, в всяком случае, я ее вообще не понимаю. Более бестолковую вещь взять и в окно выбросить, и жалко не будет. Я беру штангу и подметаю. Вот, да, подметать она отлично. Вот я еще воспринимал эту вещь. Но оказывается, что на последнем, ну или предпоследнем заказе, последний неважный заказ, что получилось? Нужно мне было загрунтовать кварц-грунт. И мне было жалко своей макловицы, чтобы она забивалась на других инструментах. И я взял, думаю, вот возьму. И что я для себя целое открытие сделал? Для кварц-грунта более лучшие вещи, трудно себе представить, она не забивается, она хорошо отдает, хорошо ее размывать. Она даже может делать и фактурные вещи какие-то. В общем, рекомендую. Если этой же вещью... То есть, песчаник, он у нас по фракции очень похож на кварц-грунт. Единственное, что здесь не добавлены еще дополнительные какие-то пигменты. А так вот. То есть, можно опять-таки наносить макловицей, а потом заглаживать или разглаживать уже шпатами. То есть, это возможно. Вот именно такую рекомендую. Есть пропозиция? Да. Плиточным зубчатым шпателем троечкой, а потом плоским, венецианским. Пожалуйста. Все, я говорю, все в ваших руках. Пробуйте. Будете пробовать? Пожалуйста. Так вот. Мечи. Вот так, чтобы оно, видите, отрывалось. Пробуйте, кто там. Это для кулея. Это для повестированных плит. Ну, давай попробуем. Треугольник. Ну, треугольник идет для полицерольных плит. И нанесения клея. Самый маленький и номер 5. Такой разорванный, не? То, что... Ты хочешь такой разорванный? Нет. Можно. Только мы хотим попробовать, что у нас получится, когда мы... Олег, так как пилашек. Да. Да. И потом... Равномерно можно нанести просто. Ну, можно все. Больше не стараясь это будет показать. А вот эти все точности вы будете выводить сами. Наша задача показать, что с этого получается. А там... Ровно, полукруглый. Это будет остановиться. Это уже ваши все... Да. Да. Цена... Обратите внимание ценой этого материала. Там получается 30 гривен в килограмм. То есть... Ну, не знаю, найдете ли вы еще материал. Вот. Более, так сказать... Ну, по цене... Более, так сказать... Более, так сказать... Более, так сказать... Нужно. То есть можно? Кто так сказать, мне не запрещают? Пожалуйста. Дамись мне красным, повторю чем. Да, да.. Ну além подереки я нашел такого новуси. А? Вот а ну вот... Вот вот я его planners нашел такого новуси. Вот в центре... Новуси... Расслабочее... Ой. В Леруаше, вот в Леруаше. Да, в Леруашеfig. Вот так вот... Возможно, мы с Петровичем и достигнем какого-то компромисса, чтобы этот материал был более эластичный. Да, возможно, мы что-то найдем в компромиссе. Возможно, вам какое-то время придется работать, как он есть в таком, пожиже, будете развивать пожиже, еще что-то, но, в всяком случае, будет к нему искать ключик. Дай человеку хватать. Дай человеку хватать. Выдал человека и стоишь сам в море. Наверное, водичка надо сам подбирать, а там падает. Ну, поэтому мы и хотим там сделать... Нет, там надо. А? Там падает. Падает. Вот так. Размышок забудет. А? Продолжение следует...